В Сочи снесли из-за угрозы украинских дронов на месте сейчас котлована. По крайней мере, об этом пишется в расследовании, говорится в расследовании проекта. Как выяснили журналисты, основное здание южной резиденции Путина Бачаров-Ручей снесено. Сейчас там котлован, работает строительная техника. Путин все равно мог проводить встречи на территории резиденции с другим зданием, но туда больше не приезжает. Говорится в сообщении, достаточно что-то в этой цитате не указано, по-моему, 7 или 8 месяцев не приезжает даже Путин, хотя раньше приезжал. Мы не знаем точно, но это расследование, может, там сейчас вылет котлован и построят огромную дискотеку или огромную статую Путина с высотой аж до неба. Но, по крайней мере, вот такая информация, Сергей Олегович. Как думаете, действительно ли боится Путин приезжать в Сочи? Ну, уже украинские дроны долетают, что там до того Сочи лететь? Конечно, боится. Конечно, боится здесь просто однозначно. И ему, может, даже помогли. То есть у меня была такая версия, что это может кто-то в администрации президента сказал, что там ведьмы какие-нибудь там что-то нагадали, вообще здание плохое, плохая квартирка, надо все снести к чертовой бабушке. А пока будем строить, либо Патишах умрет, либо осел. То есть вот все же рассчитывают на то, что 72 года. И строить ведь даже если стахановскими методами, то все равно год-два там надо строить, наверное. И, может, и все это дело уже и не понадобится никому. А Путин, конечно, боится, потому что он любил Сочи. Ему очень нравилось, ему нравилось и Сочи летом и зимой, и весной, и летом одним цветом. И на лыжах кататься там в Красной Поляне для него же сделали. Он, строго говоря, за этим и сделал Олимпиаду. Потому что Олимпиада позволила создать там настоящий лыжный курорт. Такого европейского уровня, мирового уровня. В смысле, с нормальными подъемниками, с нормальными гостиницами. Вот, правда, он потом работал на 15 человек. То есть туда очень мало народа ездило. Потому что все люди, у которых есть деньги, они ездят приличные курорты. Зачем ездить в Сочи, когда можно ездить в Кицбюль, там, я не знаю, там, в Куршевель, в Межеву. И прочие швейцарские, австрийские, итальянские, французские и прочие горные курорты. В Испании есть горные курорты хорошие. Вот, есть горные курорты, кстати, и там, в Польше, и в Словакии, и в Словении. Не все выездные, Сергей Ильич, простите, что перебываю. Не все выездные. Есть же госчиновники, которым, ну, не с руки, не положено. Понятное дело, что они все равно ездят куда-нибудь на Куршевель. Но, тем не менее, было же, там, негласное указание Путина отдыхать на родине. И, мол, хватит кормить зарубежных буржуев, несите денежки в наши, вот, на наши подъемники. И это очень хорошая вещь, потому что, на самом деле, вот, я на это всего и надеюсь. Это, вот, моя такая потаемная надежда, потому что все эти люди, которые привыкли ездить по Куршевелям, вот, они Путину это припомнят когда-нибудь. И я надеюсь, что все-таки когда-нибудь это сработает против него. Так, еще одна информация. Генеральный директор Британской службы безопасности, известный также как МИ-5, Кен Маккалум, заявил, что российские спецслужбы стремятся посеять хаос в Британии и Европе в целом, а угроза со стороны террористических группировок продолжает расти. Значительная часть встречи Маккалума была посвящена угрозам со стороны России и Ирана. По его словам, Россия, несмотря на вспышку на высылку, простите, шпионов под дипломатическим прикрытием из европейских государств, начала все чаще планировать операции через завербованных агентов. Сергей Олегович, что знаете вы? Что можете чем поделиться? И вот какого рода могут быть подобные операции России и Ирана в Великобритании и в Европе? В Великобритании в этом смысле немножко проще, чем всем остальным странам, потому что Великобритания это остров. Туда приехать сложнее, чем приехать во Францию, в Польшу и в другие континентальные страны. Поэтому Великобритания уже защищена своими морями. Поэтому у них немножко... И вообще Великобритания страна, в которой огромное количество камер, где все друг друга за другушкой следят. И Великобритания давным-давно с Россией находится в состоянии шпионской войны. То есть Великобритания находится с Россией в состоянии шпионской войны с 2006 года с отравлением Литвиненко. Вот когда Путин устроил отравление Литвиненко, причем радиоактивным материалом Соединенное Королевство, это стало рассматривать как химическая атака на него. И с тех пор оно целенаправленно борется с российскими шпионами. Их выслали много. Но поскольку там большая диаспора российская, где еще осталось наверняка много и кадровых, и некадровых российских шпионов, плюс есть пропутинские партии, есть пропутинское лобби довольно активное в Великобритании, как и, кстати, в Соединенных Штатах Америки, в Европе западной и так далее. И задача стоит в том, чтобы гадить там, где только можно гадить. Это первое. Вторая задача – обострить все те внутренние противоречия, которые и так есть, но подливать огонь там, где разрыв. И вот в Великобритании разрыв явно совершенно, допустим, там последний год – это поддержка Палестины против Израиля. Потому что огромные митинги в Великобритании, пропалестинские, там стотысячные, вот, там есть довольно много мусульман, которые поддерживают Палестину, которые выступают против Израиля. Вот, и Российской Федерации в этом смысле достаточно просто немножко подливать масло в огонь. Вот, это даже организм не надо, потому что там достаточно всех этих сумасшедших леваков, кстати, этих английских. Точно так же, как у нас во Франции, вот там, Жан-Люк Мелленшон, ему даже платить ничего не надо, да, потому что он сам все сделает. Вот, он сам, в общем, сделает все, что Путину нужно. А Путину нужно, самое главное, показать, что на Западе все не так хорошо, как может показаться. Вот, и хотя, в общем, люди, которые живут на Западе, они знают, что на самом деле, безусловно, на Западе на 25 порядков лучше, чем в Российской Федерации. Вот, но, тем не менее, там есть какие-то проблемы, и вот Российская Федерация всегда просто занимается усугублением этих проблем. Потому что просто шпионить, ну, откровенно говоря, по-серьезному, сейчас шпионаж, в общем, шпионаж умирает. Потому что, ну, чего вы такого секретного можете своровать, какой секрет вы сейчас можете своровать на Западе? Ну, чего? Что там, какого цвета трусы у Бориса Джонсона? Ну, вот, какой еще секрет, которого никто не знает? Да, как Великобритания, английское правительство относится к Российской Федерации? Это не надо ничего воровать, это надо просто прочитать любую там газету или там посмотреть социальные, социологические опросы. Вот, и шпионаж остается нужным в наше время только там, где идут боевые действия. Вот там реально такая классическая война. Вот у вас есть фронт, у вас должна быть военная разведка. Военная разведка должна знать, где, чего, откуда прилетает, куда прилетает, куда бить, где логистика, где командные пункты, где, там, я не знаю, лучшие части, худшие части, где слабина, где... Вот на фронте военном разведка нужна. Нужна она там, где вот какие-нибудь там террористические организации, такие вот там типа ИГИЛа, там, я не знаю, там, Вилаята Харасон и прочих всяких таких вот боевиков, типа там, Хамаса, Хизбаллы и так далее. Вот там она нужна. И вот там израильтяне делают пейджеры и, значит, распространяют их среди членов Хизбаллы и потом взрывают их, отрывая им там конечности, разные конечности, в зависимости от того, где у кого находился этот пейджер. Вот. А чисто политический сперенаж, в общем, это вещь, на самом деле, для детей элиты, которые просто задарма едут в красивые страны и зарабатывают там деньги валить, ничего не делают, переписывают аналитические статьи из Wall Street Journal, вот, приписывают это дело каким-то там источникам, секретам в Белом доме и ничего другого они не делают, на самом деле. Потому что, ну, скажем так, вокруг Трампа не надо никого вербовать, он и так сам за Путина, да. Вокруг канцлера Австрии не надо никого вербовать, они и так все за Путина. Вот. Вокруг Фиццо или там Орбана не надо никого вербовать, они и так все за Путина. Это надо просто использовать. Вот и все. И то есть там, на самом деле, достаточно было там 10 человек для того, чтобы это подогревать. А аналитически все это дело можно делать из Москвы. То есть это все из себя изжило. Упомянули вы Фиццо, кто забыл, это премьер Словакии, зрителям напоминаю. Странные у него какие-то заявления в последнее время. То есть он, с одной стороны, встречается с украинским премьер-министром Шмагалем и говорит, что мы двумя руками за вступление Украины в Европейский Союз. Правда, мы против вступления в НАТО, но тем не менее. Ну, хотя вот за Европейский Союз. Вот происходит время, выходит Фиццо и говорит, что вот, значит, рассматривается передача вооружений для ракет дальнего действия с разрешением бить по территории России. А может быть, несколько ракет полетели бы на центральную площадь Брюсселя? И ты думаешь, подождите, кто укусил этого Фицца? Ну, то есть понятно, что и раньше он заявление о странном деле. А тут еще чуть ли не в Москву собрался ехать на Красную площадь. Сергей Леонидович, что говорят в Европе по поводу Фицца и что лично вы о нем думаете? Ну, о нем говорят и то, что я лично думаю, что это просто люди, у которых нельзя сказать, что это путинский шпион. Просто у этих людей своя, собственно, голова. Голова, которая слегка долбанутая, потому что они почему-то считают, что вот для их избирателя лучше какая-то вещь, чем другая вещь. Понять это невозможно. Точно так же я не понимаю избирателей Трампа, я не понимаю самого Трампа. Хотя там рациональные элементы присутствуют и в том и другом случае. Самый главный рациональный элемент вот какой. Это западная демократия. Пока за этих людей голосуют какие-то люди и они находятся во власти, то предъявлять им, к сожалению, ничего нельзя. Потому что если люди за них проголосовали, то и все. Это называется демократия. Это мы можем изучать, мы можем задавать себе вопрос, а вот что не так в этой западной Европе? Почему за таких людей голосуют? Почему Путин популярен среди всех крайне правых и крайне левых в западной Европе? Почему какие-то сумасшедшие люди считают, что этот кровопиец и этот абсолютно самоубийственный человек, который убивает собственную страну, почему он почему-то выгоден их собственной стране? Но возвращаемся к старому понятию о том, что среди 8 миллиардов людей гораздо больше идиотов, чем умных людей. И демократия – это ведь всегда очень опасная вещь, потому что демократия – это просто голос большинства. А большинство – это то самое большинство, которое когда-то на костре сжигало Джордана Бруно. Вот оно же такое же, большинство. То есть большинство – это совсем не обязательно у него, оно право. Больше того, даже чаще всего, большинство бывает неправым, потому что, ну, так сказать, животные рефлексы, большая толпа, вот люди такие тихие, интеллигентные, которые думающие, философски настроенные, они вот на митинги не ходят, а вот фашисты ходят на митинги, и вот они голосистые, и они больше по объему. И вот это проблема демократии на самом деле. Сергей Легович, прилетело и вам замечание. Илона пишет. Насчет 53-го штата о Канаде. Ужасно оскорбительно для любого канадца. Здесь бы вы отгребли хейт за такие высказывания. Да, конечно, понятно, что любой хейт огребешь. Я потому это и говорю, что я не живу ни в Штатах, ни в Канаде. Мне, строго говоря, на этот хейт... Нет, нет, давайте скажем, что вы без злого умысла, как бы, и действительно, Канада – это суверенное, независимое государство. Вот, думаю, тут речь шла совершенно о другом. Речь шла о том, что канадцы и американцы относятся к одной и той же цивилизации. И поскольку они говорят на одном и том же английском языке, то они очень близки по цивилизационным понятиям. Только об этом шла речь. Ничего другого. Спасибо за уточнение. И идем дальше. Сергей Олегович, еще про Александра Крикоровича. Не могу вас не спросить. Он все рассказывает о том, что Украина хочет напасть. Потом говорит, что не хочет. Потом говорит, да пусть только попробует, мы их ждем, сказал он сегодня, в конце концов. Но Лукашенко отметил, что Минск поддерживает определенные контакты с украинскими властями, выразил уверенность, что подобное предложение о вторжении в Беларусь просто вяканье людей. Дальше цитировать я не буду. С одной стороны, вот кажется, каждый раз выходит Лукашенко и говорит, у меня вот четыре карты нападения на Беларусь. И все смеются, говорят, да кому ты нужен? Да что это за утопия? А с другой стороны, вот Сергей Олегович, если вот немножко насыпать конспирологии сейчас вот прямо в наш эфир и представить себе, что действительно есть некий план, поскольку Украина достаточно большая граница с Беларусью, у Польши большая граница с Беларусью, то есть есть угроза Европейскому Союзу, как было в 22-м году, когда российские войска зашли с территории Беларуси. И предположить, что на опережение украинское спецслужбы вместе с бройными силами или, может быть, европейские спланировали операцию по заходу на территорию Беларуси, я не говорю захвата. Ну, как вот это может, тихонечко кто-то вот так границ, кто-то зашел, что-то произошло и вдруг сменилась власть. Предположим, ну, в таком случае, если на смену Лукашенко приходит не пророссийский, а какой-то полуевропейский или хотя бы нейтральный лидер, тогда граница Беларуси с Европой уже становится не такой опасной. Может быть, хоть полпроцента вероятности такого сценария? Нет, с украинской стороны не может быть полпроцента вероятности, потому что Украина ведет очень серьезную войну на выживание на Востоке. И поэтому открывать какой-то второй фронт ради какой-то Беларуси, извините меня, белорусы, да, но Украине просто, Украине нет сил. Вот мы видели, что уже даже тогда, когда Украина зашла в Курскую область, уже поднялись голоса, зачем заходили в Курскую область, лучше бы этих бойцов использовать на том фронте, где продавливают российские войска. Вот поэтому с военной точки зрения это абсолютно неинтересная, абсолютно бессмысленная вещь. Вот то, что Лукашенко это говорит, это понятно, потому что он зависит экономически очень сильно от России. Но не раз я уже говорил, что у Лукашенко надо смотреть не что он говорит, а что он делает. А делает следующую вещь, что с декабря 22 года с территории Беларуси практически ничего больше не прилетает в Украину. А до декабря 22 года прилетало регулярно. И даже заезжали войска российские и занимали Чернобыльскую АЭС, и к Киеву продвигались, и продвигались с запада и с северо-запада в центр Украины. Поэтому на самом деле эта территория, я скажу, не представляет опасности для Украины, потому что Лукашенко все отдал Путину, у него нечем воевать. Он в этом смысле очень хитро поступил, потому что когда у Путина были проблемы реальные со снарядами, когда не было северокорейских снарядов и когда не было иранских беспилотников, он говорил, слушай, Лукашенко, отдай мне это, у тебя там есть там танки, у нас тут проблемы. Вот, и Лукашенко сказал, забирай, Вовочка, да забирай, все забирай, все отдал. Отдал все танки, отдал все бронетранспортеры, отдал все пушки, отдал все снаряды, отдал все, все, что было у него, все отдал. Оставил себе просто стрелковое оружие немножко, вот, то есть воевать ему нечего, нечего. И он боится собственной армии гораздо больше, чем Путина, потому что Путин в Москве далеко, а собственная армия, если вот сегодня ей сказать, что типа, ребята, вынимайте все свои автоматы из закрытых боксов в казанмах и можете выходить с этими автоматами на улицу, то еще неизвестно, куда эта армия пойдет. Потому что, может быть, она пойдет просто в Минск и, может быть, никакой украинской армии не нужно будет, да, потому что полк Калиновского просто там снимется и соединится с этой белорусской армией и торжественно они придут в Минск и все это дело сделают. И таким образом все это будет сделано белорусскими руками, без всякой украинской помощи, вот, и Лукашенко это прекрасно понимает, поэтому он делает все, чтобы трепать языком, но ничего не делать. А вот за него Медведев за него иногда додумывает, да, потому что Медведев ему тут пообещал, сказал, что вот Лукашенко надо дать ядерную гранату и пусть Лукашенко по Украине ударит ядерной гранатой. Вот, а Лукашенко, в общем, тоже, когда ему дали ядерную гранату, он же понимал, что ядерную гранату дают не для того, чтобы ей ударять, а для того, чтобы она у тебя просто была и чтобы тебя боялись, на тебя боялись нападать. Но не только, и только за этим. И вот все люди, которые считают, что ядерное оружие это оружие применения, они очень сильно заблуждаются. Ядерное оружие это оружие сдерживания, это оружие пугания. Вот, как только ядерное оружие начинает применяться, то совсем может пойти не так, как человек, который его расчехляет. Вот, вот, американцы могли себе это позволить в 1945 году, потому что они точно знали, что только у них было ядерное оружие. Поэтому можно было сбросить ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, испугать японцев, испугать весь мир. Вот, и тогда это сработало. Но как только такое же оружие возникло у Советского Союза, потом у китайцев, потом у французов, потом у англичан и так далее, и все. И это перестало быть реальным оружием применения. Оно стало только оружием сдерживания. Субтитры создавал DimaTorzok